И здесь стоит обратить внимание на удивительное совпадение. Германская империя подписала документ о собственном поражении 11 ноября 1918 года. Сноска. Точнее говоря, 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут. Случайно это произойти не могло. Кто и зачем так организовал временные рамки формальной регистрации немецкого поражения, до сих пор остается загадкой. Именно 11 ноября 1918 года Польша объявила о своей независимости и была признана Антантой. Сноска. Сегодня 11 ноября день независимости государственный праздник Польши, который сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны, официальных лиц, известных политических деятелей, а также военным парадом в центре Варшавы. Новая польская государственность была создана англичанами. Целью было создание санитарного кордона между Россией и Германией, то есть государства, имеющего исторические претензии и к русским, и к немцам. Сноска. Точно такой же смысл сегодняшней поддержки поляков из Вашингтона. Прекрасно знавший историю Сталин понимал это. И поэтому он активно старался создать после Второй мировой войны сильную и дружественную к России Польшу. Именно Сталин настоял на включении в состав Польши части немецкой территории и обязательное предоставление полякам выхода к Балтийскому морю. До этого, 1918-1939 года, Данцик, польский Гданьск, не входил в состав Польши, а был вольным городом со своей отдельной конституцией под управлением Лиги наций. Сталин же отдал этот Балтийский порт полякам. Новая Польша принялась активно отгрызать, в кавычках, куски территории от Германии и России, пользуясь их слабостью. В итоге поляки начали агрессивную войну против Советской России и оккупировали значительные территории Украины и Белоруссии. Ответ на удар Красной Армии привел Тухачевского под стены Варшавы. Воевал на Польском фронте Иосиф Виссарионович Сталин. Стремясь остановить контрнаступление Красной Армии, английская дипломатия предложила в качестве границы между Польшей и Советской Россией некую условную линию, которая получила название «Линия Керзона» по имени английского министра иностранных дел Лорда Керзона. Сноска Англичане, как всегда, схитрили. Линия Керзона была предложена Верховным Советом Антанты первоначально в декабре 1919 года. Эта условная линия проходила через Гродно, Яловку, Немиров, Брест, Литовск, Дугоруск, Устилук, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее Раввы, русской, восточнее Перемышля до Карпат. Но когда поляки в апреле 1920 года начали наступление и заняли Киев, то их патроны из Лондона спокойно за этим наблюдали. А вот когда поляков погнали обратно и Польша начала катиться к военному поражению, лорд Керзон тут же предложил эту линию как границу для подписания перемирия. В итоге в то время линия Керзона не стала границей между Польшей и Россией, потому что поражение Красной Армии под Варшавой привело к заключению мирного договора с поляками, согласно которому им была отдана часть территории Украины и Белоруссии. Конец сноске. И в заключение довольно длинного отступления нужно отметить, что единственный смысл линии Керзона, как аргумент о дипломатии в более поздний период, было доказательство англичанам, что более 20 лет назад они считали, что справедливая граница между СССР и Польшей должна быть именно такой, как ее предлагал провести Сталин. А теперь воспоминания Валентина Бережкова, которые покажут нам, как на самом деле Сталин боролся за то, чтобы Львов вошел в состав Украины, а не Польши. Кстати, а современные жители Львова знают ли, кому обязаны тем, что их город стал частью украинской территории? Кто отстаивал на переговорах с Черчиллем интересы украинского народа? Сталин, в свою очередь, изложил позицию советского правительства по этому вопросу. «Речь идет о том, — сказал он, — что украинские земли должны отойти Украине, а белорусские — Белоруссии. Иными словами, между нами и Польшей должна существовать граница 1939 года, установленная Конституцией нашей страны. Советское правительство стоит на точке зрения этой границы и считает это правильным». Молотов пояснил, что обычно эту границу называют линией Керзона. То есть Сталин предложил, чтобы послевоенная граница проходила так, как она проходила после возвращения нам Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году. «Потому что это и есть пресловутая линия Керзона». Убеждая британскую делегацию, Сталин говорил, «Что же вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон или Клемансо?» «Что скажут украинцы, если мы примем ваше предложение?» «Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и Клемансо. Разумеется, англичане были против. Министр иностранных дел Британии Иден заявляет, что линия Керзона существенно отличается от границы 1939 года. Тут Черчилль извлек карту, на которой, как он сказал, нанесена линия Керзона и линия 1939 года. Тут же была указана линия Одера. Иден, водя пальцем по карте, принялся объяснять, что южная часть линии Керзона не была точно определена и добавил, что, как предполагалось, линия Керзона должна была проходить восточнее Львова. «Что хотели английские партнеры, в кавычках, и союзники, в кавычках, оставить Польшу-Львов? Вот их цель. И для этого они используют дипломатические, на первый взгляд, серьезные аргументы. Но только на первые. Потому что на самом деле британские руководители передергивают карты в самом прямом, шулерском смысле этого слова. Но со Сталином такие трюки не проходят. Ему ведь важны не похвалы представителей цивилизованного мира, в кавычках, не хлопание по плечу и не празднование своего дня рождения в Лондоне. Ему важна польза своей державы. Иосиф Виссарионович отлично знал историю, вообще и историю дипломатии в частности. А потому жульничество англичан тут же было побито единственным необоримым козырем – правдой. Сталин возразил, что линия на карте Черчилля нанесена неправильно. Львов должен оставаться в пределах Советского Союза. А линия границы должна идти западнее. Сталин добавил, что Молотов располагает точной картой с линией Керзона и с ее подробным описанием. Он при этом подчеркнул, что Польша должна быть действительно большим промышленно развитым государством и дружественным по отношению к Советскому Союзу. Тем временем Молотов распорядился доставить карту, о которой упомянул Сталин. Через несколько минут принесли большую черную папку. Раскрыв ее, Молотов развернул карту на столе и указал на нанесенную там линию Керзона. Молотов зачитал также текст радиограммы, подписанной лордом Керзоном. Сноска. Призывая Красную Армию остановить контрнаступление, лорд Керзон радировал текст своего предложения. Разумеется, англичане его «забыли» взять на переговоры. А вот Сталин не забыл. В ней точно указывались пункты, по которым проходит эта линия. После уточнения этих пунктов по карте вопрос стал предельно ясен. Позицию советской стороны больше нельзя было оспаривать. Черчилль и Иден ничего не могли возразить. Обращаясь к Сталину, Черчилль сказал. По-видимому, участники конференции не имеют существенных расхождений по поводу западных границ Советского Союза, включая и проблему Львова. Львов остался в СССР. И черновцы, которые не входили никогда ни в состав Российской империи, ни в состав Советского Союза. А вот, конечно, чисто анекдотическое, шуточное представление о методах в кавычках общения Сталина с Черчиллем. Жуков в кабинете у Сталина. Входит секретарь Сталина Паскребышев. «Иосиф Виссарионович, вас просит к телефону господин Черчилль». Сталин снимает телефонную трубку. Сталин слушает. «Нет, нет, нет, да, нет». Кладет трубку. Жуков спрашивает. «Иосиф Виссарионович, вы во всем отказали Черчиллю, но один раз все-таки сказали «да». Сталин. Он спросил меня, хорошо ли я его слышу. Вот еще один великолепный анекдот. На тегеранской конференции Рузвельту и Черчиллю надоело, что Сталин постоянно давит на них. Проходят только его предложения. Он один им, двоим диктует свою волю. И они решили его разыграть. Утром перед очередным заседанием Черчилль говорит. «Мне сегодня приснилось, что я стал властелином мира». «А мне приснилось, — сказал Рузвельт, — что я стал властелином вселенной. А вам что снилось, товарищ маршал?» «А мне приснилось, — неторопливо ответил Сталин, — что я вас не утвердил. Ни вас, господин Черчилль, ни вас, господин Рузвельт». Продолжение следует...